Сидим дома – главный девиз этого года. Только вот для кого-то это настоящий праздник, а для других – тяжелое испытание. Большинство ранее мечтавших о выходных теперь согласятся – уж лучше постоянно работать. Посидеть дома за радость только первую неделю, а дальше, когда все запланированные дела сделаны, наступает сплошная скука и апатия. Специалисты рекомендуют время на самоизоляции уделить и себе, и своему образованию. К тому же сейчас многие онлайн-курсы и обучающие приложения сделали большие скидки на свои программы. Научиться новому в этот период решила и молодая Актюбинка. Себе я изучаю, вот эти рецепты, торты, кухни. Вот эти я для себя изучаю. И потом онлайн-курсы я изучаю, это визажист. Ну, сам себе визажист я изучаю. Вот и онлайн-дистанционная работа у меня. К слову, обучаются в эти дни и старшее поколение. Дети же теперь с утра вместо школы на онлайн-уроках. Спрятаться от таких занятий в одной квартире не получится, рассказывает жительница города. Ежедневно она теперь повторяет школьную программу. Но мысленно мечтает вернуться на любимую дачу. Сыночка, уроки делаем. Да, онлайн-занятия. Онлайн, да. Сложно? Ой, не спрашивайте, вообще очень сложно. Тяжело. Утром как сядем и до вечера с этими уроками. Еще чем-нибудь занимаетесь? Пока ничего. На дачу пора идти. Никак, ждем, а когда дождемся. У меня уже рассада, вот такая рассада уже на балконе. Ждем время. Надоело дома? Ой, вы знаете, надоело, устала я уже дома сидеть. И уроки вот это, лучше бы ходила моя внучка учиться бы. Еще один универсальный совет на просторах интернета, как с пользой провести время дома, это занятия спортом. У большинства вынужденных домоседов нашего города времени на это совсем мало. Но физические упражнения все-таки присутствуют в их жизни. Дома детьми занимаемся, готовим кушать, выходим во двор, занимаемся спортом. Аж чем еще заниматься? Там, может, курсы онлайн какие-то проходите, давно хотели. С детьми только занимаемся, детьми. Многие психологи советуют даже в самых тяжелых ситуациях искать свои плюсы. Самоизоляция все-таки отличный повод приобрести новые навыки или научить чему-то полезному у своих домашних. А побыть столько времени с семьей и познакомиться с ее членами настолько ближе, вряд ли еще когда-нибудь удастся. Кристина Леев, Жаслан Жубаев, программа «Факт».